Всем приветики! С вами Заболевший Ежов. Несмотря на то, что у меня немножко болит горло и заложен нос, я все равно буду продолжать снимать видосики. Мне, конечно, дико неудобно, потому что в носу постоянно что-то чешется, блин, и хочется чихнуть. И Катюшка, между прочим, следом за мной тоже немного простыла. Да? Как себя чувствуешь? Ну так. Горло щекотит? Горло болеет. Две недели назад переболела, сейчас опять снова какая-то простуда. Может, я тебя как-то заразил, хрен его знает. Свои только нашла, а твоих нет. Ты, наверное, их в Валешник переложил. Сейчас посмотрим. Сейчас поедем к маме, там надо помочь кое-что. Слетел ютубчик, но у меня есть решение. Обязательно сделаем. Нет, тут нет моих очков. А может, наверху лежать? А у меня нет вообще наверху. А, нет? Аккуратно, я заходил. Ой, давай, присаживайся. Вот эта книжка, блин, 3D. Так мне сейчас спину углом прям процарапало. Как мы Темику везем в подарок. Да я в Брянске купила. Карсонный конструктор. В Брянске? Дорого стоила? Я тебе с Брянска привезла и ему... Не, я-то видел, но я, по-моему, не показывал у себя во влоге. Мне кажется, я за две таких книжки тысячи полторы отдала. Нормально, недорого. Короче, я весь влог буду жмыгать. Не обращайте внимания. Не нашел очки? Не, очки не нашел. Я еще обещал вам записать влог, как я буду курьерить в Дуду. Но у меня не получилось. Я 1 сентября... Нет, это было 2. Ой, отлично. Там лежали? Да. А я даже не нашел. Ну, как с холодильником. Ага. Ой, классные очки. Помнишь, я в Нептай постоянно гулял? И там же их и купил несколько лет назад, до сих пор живые. Так вот, 2 сентября, период высокой загрузки. Съездил в 3 пиццерии и нигде меня не захотели брать, потому что там было сверхусиление, достаточно курьеров. Поэтому в моих услугах не нуждались. У меня есть там из записи, по сути, вот такой некий КАЗДФ. Я с управляющей поговорю, она мне кое-что рассказала. Вот, но это не для влога. Поэтому видосика не будет. Ну, как-нибудь потом в гембу схожу. Чего? Я сейчас потянулась вот сюда, ремень отсюда потащить. Угу. Прикольно? Угу. Сейчас привыкла за водительским сельем. Поехали? Только надо кондиционер включать, а то что такое? Нет, я не хочу. Я боюсь немножко пока... Давай тогда окна откроем. Окна откроем. Это очень жарко, душно. 27? Да, не то что. В тени стояла. Не то, чтобы жарко, именно дышать нечем. Это будет какой-то зад свой воздух. Угу. Я тут, кстати, знаешь, что сделал? Вот эту штучку открыл, которая типа Tom Ford. Купил на ВБшке за 200, по-моему, 39 или 69 рублей. Но в целом похоже. Ну да. За свое кресло зацепи. Куда? Ну вот. Здесь некуда вцеплять. А тут толстые. Это у меня маленькие. Так веревочка. Что, нормально влезет? Что тут? Не? Моя поясница. Старушка. Что, нормально? Попробуй так скрутись, старушка. А что у нас еще произошло за эту недельку? Ну, во-первых, я сходил на конференцию Product Sense. Меня там один раз узнали, что смотрели влоги с мужем. Ну, необычно, конечно. Вот. А ты у нас тоже позанималась обучением? Угу. Ну, это же очень здорово. Да, я очень довольна. Ну, очень полезно узнала. И получается, что, ну, вот эти моменты, которые тебе не давали покоя, ты все у себя закрыла двоей. Мне интерес пропадает, и я выключаю, думаю, да, пошло все там нахер. Вот. А Влад мне объяснил на доступном языке, и вообще здорово. Я разобралась. Теперь главное практиковаться. И мы с ним еще встретимся пару раз. Один раз, я думаю, в студии поснимаем, чтобы я понимание имело, как вообще работать с клиентами в студии. И один раз, наверное, он мне в Lightroom, возможно, что-нибудь объяснит. Хотя в Lightroom, мне кажется, я уже как рыба в воде, я разобралась. Но вдруг он мне какие-то новые фишки подскажет. Еще подумаем, не знаю. Да, вряд ли. Там уже чисто творчество, в моем понимании, как покрасить. Ты все умеешь, сама цветокора подбираешь. Ну, в принципе, да. Так что, да, ты очень сильно прокачалась. И сколько у тебя съемок, да, было за последнее время. Хотя изначально так тряслась. Ну, ну, кто мне будет писать, да? А сейчас, ну, в принципе, такой поток хороший. Так внезапно это все произошло. Ну, вообще, насчет моего желания стать фотографом. Потому что я, в принципе, задумывалась. То, что все, я уже два года нигде не работаю. Мне становится скучно уже. Все, YouTube надоел. Instagram. Как там надо говорить? Запрещенная сеть? Короче, все соцсети надоели. Телефон надоел. Мне уже просто тупо скучно было. Ни йога, ни гитара. Мне уже ничего не интересовало. И я поняла, что да, надо чем-то заняться. Где-то поработать. Начала искать какие-то вакансии в интернете. Понимаю то, что это все хрень. Ой, некоторые такие смешные были. Я вообще там хохотал, блин. Можно говорить или нет? Не надо. Короче, мне это все не устраивает. Я не готова где-то сидеть в офисе на скучной работе. Просто кому-то это, как сказать-то? Нравится. Кому-то нравится, да. Кому-то нравится сидеть в офисе. Меня это не устраивает. Вот. Я уже разочаровалась. Думаю, ну все. Я никогда в жизни не буду работать. Мне ничего не дается. И потом каким-то образом, я не знаю, мне кажется, это делал кто-то за меня. Я просто зашла на Авито, выложила свои работы. И то, это были съемки бесплатные для своих подруг. Я просто подруг пофотографировала на камеру. Им все понравилось. И я подумала, почему бы не попробовать. Выложила объявление, что я начинающий фотограф, выложила свои работы. И мне начали писать. Не часто, но писали. И на первую съемку я ехала. Реально, я вся тряслась. Потому что первая съемка, это сразу были молодожены. Я не помню, как место называлось. Там замок, вот это все красивое. Неважно. То есть, красивая локация, молодожены. Это очень важно. Ладно, если бы было какой-то день рождения. Как бы их много в нашей жизни, этих дней рождения. А свадьба, роспись. Ну, дай бог, один раз в жизни. И запороть такую съемку безумно страшно. Но они в восторге. Всем очень понравилось. Вообще, в принципе, все заказчики, которые у меня были, все довольны. Не было ни одного плохого отзыва. Всем все очень нравится. Да главное, еще проси, чтобы они тебе на авито оставляли отзыв. Потому что в ранжировании это будет участвовать информация. Ну да, но я хочу перейти с авито на вот эту запрещенную соцсеть. Я хочу туда выкладывать свои работы. Потому что, когда лично я искала фотографа нам на роспись, на свадьбу, я это делала через запрещенную соцсеть. Да. И хотел еще добавить, что вот про влажа. Все-таки реально он очень круто снимает. То, что он нам сделал, это прям вообще бомба. Во-первых, там цветокор мне очень понравился. А я визуал. Я очень люблю, чтобы стилек был красивый. Он сделал это быстро, ненапряжно. Он молодой. То есть не было вот этого занудства, такого тосковывания. Ну и в принципе мы с тобой такие достаточно раскрепощенные ребята. У нас не было такого, чтобы мы Владу говорили, а куда руку деть, а куда ногу, а как встать. Потому что у меня были такие клиенты, которым каждый пальчик нужно было самой мне выставлять, потому что они не знали, как в кадре себя вести. Мы с Андреем немножечко другие в этом плане. Мы дурачились и кадры все получились живые. Ни одного постановочного. А, нет, одно есть постановочное. Мы сделали закос под старую фотографию с... Короче, Андрей был впереди, я стояла прям на заднем плане, он меня на руке типа держал. А, ну это я просто поугарал. Да-да-да. И он потом обратную связь дал, что, ребят, с вами прям очень комфортно было. Ну, потому что не зажатый и так далее. Ну ладно, я уже в радиорежим по кофе перехожу. Да, а насчет Влада еще, когда ты мне сказал то, что вот, пускай... Да я вот так возьму, а то ты мне вплотную снимаешь. Ты мне говорил то, что вот, напиши Владу, попроси, чтобы он там тебе обучение провел. Я с ним переписывалась, бесплатно он мне давал какие-то советы. Я просто вопросы задавала, говорю, Влад, а что за охрень? Почему у меня все фотки смазаны? Или почему ночью у меня там пиксели видны? Короче, какие-то технические такие моменты меня беспокоили. Он мне, ну, советы давал бесплатно. И потом Андрей говорит, ну напиши ему, чтобы обучение провел. А я, правда, очень сильно стеснялась. Мне было как-то не по себе. За деньги, да. Я очень сильно стеснялась и подумала, ладно, буду разбираться сама. Короче, не смогла побороть вот это вот стеснение. И он мне потом сам написал, типа, может быть, мне свои курсы уже создавать. Я что-то написала, типа, ну да, попробуй. И потом говорит, хочешь, тебе проведу обучение, там, возьму, допустим, пять тысяч, там, за четыре часа. Ну, мы, правда, три снимали, но нам хватило, вот так, с головой хватило. Вот, поэтому я рада, что он сам предложил. И я потом сидел и угорал на такое. Я же говорил, это самый лучший способ обращаться к профику. Я была согласна, но я стеснялась сама написать и предложить это. Потому что у него сейчас, в том году, когда у нас была роспись, у него час стоил семь тысяч. То есть за два часа мы ему 14 платили. А сейчас он, скорее всего, еще поднял ценник, потому что он уже со звездами работает. Он снимает открытие каких-то ресторанов, какими знаниями. Ну, я видела, да, там, Киркоровый, не Киркоровый. Он уже снимает таких личностей. И я подумала, что, ну, он, наверное, возьмет очень-очень много за три или четыре часа. Это, ну, я думала, блин, Балтос минимум ему отдать. Ну, это, конечно, перебор. Ну, я так думала. Когда он написал, что за четыре часа пять тысяч, да, давай. Мы все без проблем. Да, так что здорово получилось. Да, я очень рада. Мне, правда, все хорошо объяснило. Я теперь хоть понимаю, как камера устроена и как взаимосвязь всех вот этих параметров. Что происходит с камерой, если менять вот эти параметры. Вот, поэтому я очень рада. Спасибо, Влада. И моему совету. Правда? И моему совету, да. Вот так вот. Ой, колесо. Катюх, ты точно Тёмика купила? Точно. Держи. Вторая. Поехали с Катюшкой кататься и застряли в лифте. Вырубили электричество. Не страшно тебе? С нами стащим мальчик. Как ты зовут? Марк. Марк. Классное имя. Меня Андрей зовут. Меня Катя. Меня папа Андрей и мама Катя. А ты Андреевич получается, да? Папа Андрей и мама Катя? Да. Вот, нам надо будет тоже сына получаться. Марком назвать. Я не знаю. Я надеюсь, мы здесь ненадолго. Не знаю. Вот это всё не работает, да? Электричество полосковородки. Не, не работает. Мы можем через телефон позвонить. Куда? В управляющую компанию. Ну да. А что работает интернет? Проверь. Сейчас проверим. Ну ничего. Кто же Рилс будешь записывать, да? Давай. С дядей Андреем. О, свет включили. Недолго мы тут гусили. Главное, чтобы он за работу. Давай. А, он сам, наверное, да? Я пока не буду ничего нажимать. Что за звук? Не знаю. Недолго мы. Это хорошо. А что, мы на второй едем? Не, не, давайте не на второй. Пожалуйста. Пойдём пешком, ладно? Со второго. Пойдёмте все пешком. Нафиг. Не хочется застрелять. Ну, надеюсь, тебе было приятно в нашей компании. Хоть и недолго. Это у нас новости. Я вчера нифига не снимал, потому что мы целый день проторчали в автосалоне. История следующая. Нажимами отдали Kaya E5. Этот китайский автомобиль, который меня очень раздражал в последнее время. Потому что он был невнятный. По коробке проблемы, по сигнализации и электронике проблемы. В итоге плюнули. Поехали в салон Джили и взяли M-Grant. Сейчас идём на стоянку и немножко покатаемся на этой тачке. Надо будет в течение 10 дней её на учёт поставить. Ну, для понимания, мы в трейдинг это всё сделали. Получилось довольно-таки выгодно. Немножко вам покажу её. Цвет, как мне кажется, прикольный выбрали. Ну и в целом, не знаю, симпатичная тачка. Надеюсь, не будет подводить. Отзывы хорошие. С прошлой машины, с этой китайской Kaya, мама намучилась, потому что там самая главная для неё была проблема. Это постоянно работала сигнализация. То есть, просто ты её разблокировал, дёргаешь за ручку, она начинает орать. С чего она орёт, если ты уже как-то ключевая? Да это Лана полбеды. Там много всяких косяков. Она в итоге сказала, я боюсь этой машины, она какая-то ненадёжная. В итоге сгоняли в салон неожиданно. С утра проснулись, блин, а вечером уже на новой машине. Вот так вот. Так, сейчас мы её заберём. Тут шлагбаум открыт хорошо. А, вон она стоит. Сейчас вам покажу. Красивенький цвет. Мы её вчера помыли с Катюшкой. Надо было заснять, какую-то интригу создать. Но мне лень было, потому что очень холодно на улице. Так, ну что, вот смотрите. Красивая? Ну, по мне, так да. Вот, ну, опять же, на вкус и цвет. Так, как она открывается? Вот так вот. О! Ну вот, как-то так. Тут нет кожаных сидений, но я считаю, что это и неплохо. Я думаю, маме кайфово будет. Она мне понравилась по рулёжке. Адекватно себя ведёт в плане каких-то стыков на дороге. Тут нормальная шумка. В Кае вообще её нет. У меня ощущение, что в пяти сантиметрах от меня постоянно ездит машина. Вот просто её нет. Ну да, это моя ошибка, что я её выбрал. Кусок поделки. Ну, в оправдании, в твоё оправдание могу сказать то, что когда ты её покупала, отзывов особой не было. Это вот только-только она вышла на рынок, можно сказать. Ну, кто не знает, компания Джили купила Вольво, поэтому у них сейчас неплохие дизайны. Например, манджарик, он на базе XC40 сделан. Там такой же мотор, как у моей Вольво, только дефорсированный. Ты что, сейчас будешь протирать стёкла? Давай. Давай пока солнышко светит, а потом поедем кататься. Я просто хотела шутку, что с вами когда-то сказала, что это прикольный дизайн. Это как сайс. Сайс, шейп. Да, но ты даже не проходишь на 10 минут вперёд, что мои шутки уже давно-давно не актуальны. Это, конечно. Взяли мы её бэушную с очень небольшим пробегом. На ней ездил чувак-педант. Тут обклеенные пороги, стёкла, передние фары. Внутри наклеечки, для того, чтобы не было царапин. Коврики уже установлены, дефлекторы. Ну, какие-то такие мелочи. Тонировка, опять же. Вот. Но очень выгодно получилось, потому что, если брать новую, то она бы встала на 600 тысяч дороже. А это сколько? 11 тысяч пробег, да, у неё? Не помню. Где, пожалуйста, мне пришли? На мой. И, кстати, под таким углом я не вижу вообще разводов. Поэтому, наверное, надо куда-то разводить. Там можно забить тогда, потом. Вот. Поэтому, я думаю, мама будет счастлива. Коробка тут особо не пинается. Есть моментики. Это когда в горку едешь, да? Вот. Ну, в целом, всё адекватно. Всё. Я заползаю и завожу её. Слушай, а не странно выгляжу то, что дома вот так вот капюшончик нацепил? Да нет, конечно. Нормально. Вот такой весь загадочный. Рейпер. Скуф рейпер. Друзья, я пару дней покатался на новой тачке, ну, про которую я рассказывал там двумя минутами ранее. В целом, всё хорошо. Единственное, меня немножко бесит то, что есть пинок при переключении с первой на вторую передачу. Ну, не вручную, там, а КПП. Но я в это воскресенье решу проблему. Катюнь, я записался, короче, в автогермес на 44 километр. Стоит всего 2400. Вот эта процедура с коробкой. Да, там диагностика, немного сливает масло. Скорее всего, его перелили просто с завода, и поэтому появляется стычок. Если есть прошивка, они тоже зальюты. Я записался сразу в два места. Просто вот вчера мне предложили 27 число. А так в это воскресенье в 15.00. Знаете, что понравилось функции в этой тачке? Сейчас покажу. Подожди, дай выснились. Так-то не видно. Бесямо, вообще не могу на это смотреть. Заканчиваешь работу, и все. Нажимаешь блокировочку. Потом вот эту кнопочку. И вроде тачка должна завестись. Мне так это нравится. Удобненько. Готово? Я поддержала твой стилевый крейперс. Я тоже покажу. Отлично. Когда придешь, уберешь трубаны мои. Да, там новая порция белья отстиралась надо развесить. Хотел уже обрадоваться, то что у нашего провайдера заработал YouTube без всяких LPN. Два дня проработала, и потом снова пришлось с LPN лазить. И по поводу GoPro, я видел комментарии. 13-е действительно вышло. В Москве она появилась вот буквально вчера. Но ценники лютые пока. Поэтому буду ждать, пока опустятся, и потом куплю. Ну нахер мне сейчас за камеру полтоса давать. Если она через 2 недели 30 будет стоить. А так мы с Катюшкой катаемся по Ленинградке. Немножко в пробку попали. Обкатываем новую тачку. Что еще рассказать? Ну как-то вот так вот. Болтаем. Ну и болтаем, конечно же. Выбалтываем сплетни, скандалы, интриги. Расследования. Расследования.